Эта конференция сейчас будет записана. Собственно говоря, раз вы онлайн на этом вебинаре, то вы наверняка представляете, зачем нужен 3ds Max. Это универсальная платформа для производства 3D графики. То есть с помощью Max вы можете создавать самый разнообразный 3D контент, начиная от картинок с интерьерами и домиками и заканчивая какими-нибудь монстрами, оружием, уровнями для компьютерных игр. И, соответственно, интегрировать их в 3D-движки игровые, скажем, в Unreal Engine. Max существует с 1995 года, а до него еще 4 года существовал другой продукт, который назывался 3D Studio и который, в общем-то, исполнял те же задачи, что и Max. И вот за эту огромную историю, которой, ну, скоро уже, может быть, можно сказать, что ей будет уже 30 лет, если, как и компания Autodesk, считать историю Max'а с 91-го, то есть с момента выхода не самого Max'а, а его предшественника. Так вот, если окинуть взглядом этот колоссальный срок развития Max'а, развития иных систем, аналогичных Max'у, то становится понятно, за это время изменилось не так уж и многое. То есть вот прошло 30 лет, да, конечно, за 30 лет придуманы колоссальные прорывные технологии в 3D-графике, изменилась визуализация очень сильно, изменилась сама система, так скажем, построения, сама система подхода к проектам, появились огромные потребности в производстве 3D-контента, которые, естественно, хорошо оплачиваются и требуют огромное количество людей, которые разбираются в этом. То есть, ну, конечно, за 30 лет весь рынок 3D-контента проделал колоссальный путь, но что интересно, как в начале 90-х, так и в современной 3D-графике, в основе всего, что мы делаем в 3D, лежит так называемое 3D-моделирование, то есть это умение создавать какие-то 3D-модели. И что совсем в этом интересно и весело, то, что две главные технологии 3D-моделирования за последние вот эти 30 лет существования 3D-графики в виде уже какого-то оформившегося направления, они почти не поменялись. Есть два способа, как можно строить 3D-модели. Это либо с помощью так называемого полигонального моделирования, либо с помощью так называемых сплайнов. И тот, и другой способ очень удобно в своих задачах и очень универсально. Вот этот вот наш с вами вебинар, он посвящен самой, я бы сказал, базовой технике построения 3D-моделей. С ее помощью вы сможете нарисовать здания, помещения, какие-то элементы технических изделий. Это очень гибкий, удобный способ. Он не 100% перекрывает все необходимые задачи, которые приходится решать в МАКСе. Есть и другие методы построения, тот же полимоделинг, тоже очень мощная штука. Вот как раз они вдвоем сплайны и полигоны. Вот они уже закрывают практически все потребности. И вот я сегодня хочу вам рассказать и показать, что такое сплайны. Но давайте сначала немножко о теории, дорогие друзья. Сплайны – это плоские фигуры. Они строятся как из прямых отрезков, так и из закругленных участков, которые контролируются с помощью кривых безе. И они, сплайны, очень легко строятся, очень легко редактируются. Я даже скажу больше. Дамы и господа, я уверен, что те из вас, кто еще только планирует изучать 3D Max, но уже к этому моменту успел изучить, ну или хотя бы познакомиться с каким-нибудь там фотошопом, королом, иллюстратором, вам там наверняка уже попадались эти самые сплайны. То есть вы уже видели вот такой метод построения фигур, когда у тебя есть какие-то кривые, и ты эти кривые выстраиваешь с помощью отдельных точек и манипуляторов закругления, которые известны как тангенты или касательные. Уверен, вы уже сталкивались с такой системой. Эта система невероятно универсальна, и если возьмете практически любую современную 3D-платформу, эти самые сплайны там будут. Сплайны состоят из трех ключевых элементов. Это точки, вертексы, это сегменты, которые между точками идут, и это сплайны. Вы сейчас, кстати, видите иллюстрации из методического пособия, которое у нас выдается всем учащимся по первой части курса 3ds Max. В чем сложность работы со сплайнами? Вот строить сплайны очень легко. То есть это, по сути, ну сейчас вы увидите, как это делается, это элементарно, ну там плюс-минус элементарно. Насколько вообще Max может быть элементарным? Чуть-чуть сложнее их редактировать. И очень важно, есть много способов, как из них, из сплайнов, получать 3D-модели. Ведь суть-то 3D Max в том, что вы должны создавать модели трехмерные, то есть объемные. А сплайны – это фигуры плоские. И поэтому практически всегда возникает вопрос, как из плоского сплайна сделать 3D-фигуру. Вот об этом сейчас мы с вами поговорим и посмотрим, как это в Max реализовано. В любом случае, первый этап – это создание самих сплайнов. Второй этап – это их редактирование. Вот существует целый набор команд. Вы сейчас видите малую его часть. Опять-то я из конспекта выдрал кусочек. Ну поскольку конспект моего же авторства, то у себя могу воровать сколько хочу. Так вот, есть множество команд. Допустим, у нас на курсах целых два занятия. Эти команды изучаются, потому что действительно список довольно приличный. Пользоваться ими приходится регулярно, и это нужно делать очень умело. И вот с помощью этих команд сплайны можно редактировать. Да, их приходится какое-то время изучать, команды эти, ну куда тут деваться от них. Но в итоге, если ты научился ими пользоваться, хотя бы основными из них, ты уже можешь на сплайны влиять как тебе удобно. Их можешь как хочешь там резать, клеить, объединять, разъединять, копировать, делать больше-меньше, обводить один сплайн другим сплайном, ну в общем, все, что требуется в процессе той или иной работы, ты можешь сделать. Все, что скажешь, можешь представить в голове, ты можешь нарисовать сплайнами. Ну и самое важное, это то, что когда у тебя сплайны готовы, тебе необходимо из этих самых сплайнов создавать трехмерные модели. И это третий этап работы со сплайнами создания 3D-модели. Вот сейчас, уважаемые друзья, я уже закончил с теоретической частью и хочу вам показать, как все это работает на практике. Давайте я переключусь в 3ds Max, чтобы мы с вами могли полюбоваться, так сказать, лайф, вживую происходящую. Уверен, кто-то из вас уже владеет 3ds Max, кто-то только думает над тем, стоит ли изучать 3ds Max или не стоит его изучать. Сразу хочу сказать, Max – это система старая. Она сделана в 95-м году. И до наших дней, до 2020-го, она дошла практически без изменений. Ну таких радикальных, вот что прямо все поменялось, такого не было. Max по чуть-чуть допиливался. Его часто обвиняют в том, что это, мол, такой динозавр раскопаемый, и что сейчас уже есть система с более гибкими интерфейсами, там, бог знает чем еще. Отчасти это так. И тем не менее, Max настолько удачно был сделан в 90-х годах, что до сих пор он является самой узнаваемой, применяемой и универсальной системой для создания 3D-графики. То есть, используя Max, вы сможете создавать все, что вам захочется в 3D, и вы сможете очень легко интегрировать ваш продукт в любую цепочку работы. То есть, неважно, где вы потом собираетесь трудоустраиваться, чем заниматься, Max, скорее всего, так или иначе там будет востребован. Поэтому Max исключительно удачен и сам по себе, как средство производства. Я уж не говорю про развлечение, самосовершенствование, творчество. Сейчас я банально подхожу к вопросу строго с точки зрения карьеры, зарабатывания денег, трудоустройства. Так вот, Max – это очень удачный продукт в этом плане, потому что везде он нужен. И что еще здорово, Max – это очень хороший базовый фундамент для шага дальше. То есть, зная Max, ты можешь изучать другие системы. Они все так или иначе на него похожи, но отталкиваясь от Max, тебе будет очень удобно это делать. К Max, кстати, как вы наверняка знаете, есть куча дополнений, там Corona, V-Ray, там всякие средства моделинга продвинутого. Но это, опять-таки, характерно для всех современных систем, которые занимаются 3D-контентом, они все расширяемые за счет подключаемых модулей. Но так или иначе, я вернусь к своей мысли. Итак, сейчас мы с вами видим интерфейс Max. И вот у нас есть четыре так называемых проекции, то есть четыре окна, через которые мы смотрим на окружающий мир. Я возьму одну из них, вид сверху, и нажму кнопочку, которая называется «Развернуть на весь экран». Такая маленькая кнопочка в углу, она разворачивает проекцию полноэкранно. Но надо сказать, что все пользователи 3D Max уже знакомые с ним, вместо нажимания этой кнопки нажимают на клавиатуре LW, такое сочетание клавиш, оно, естественно, заменяет эту кнопку. Вообще в Max очень много клавиатурных сокращений, сильно помогает в работе. И что же дальше? В боковой панели у нас есть кнопка, которая называется «Создание плоских фигур». Она же «Черчение сплайнов». И вот они, предмет нашего сегодняшнего разговора, так называемые сплайны. По сути, сплайны бывают трех видов. Есть такая штука, называется «Line», «Линия». Это, можно сказать, основа основ. «Line» позволяет начертить любую фигуру, какую ты хочешь. Допустим, звезду. Притом фигура может чертиться из прямых линий, вот как я сейчас сделал. А может сразу чертиться с закруглением. Для этого нужно, устанавливая точку, держать кнопку мышки нажатой, и тогда ты строишь какой-то завиток, например, сразу уже с закруглением. Надо сказать, сделать это красиво обычно не выходит, то есть все равно потом придется редактировать его. Тем не менее, вот я начертил фигуру более сложным. В любом случае, чтобы закончить черчение, нужно либо нажать по точке, с которой ты начинал черчение, либо если фигура у тебя разомкнутая, ты нажимаешь правой клавишей мышки, и фигура получается, какая есть, то есть разорванная. Вот ключевой момент, кстати, в отличие двух фигур, то, что фигура слева замкнутая, а фигура справа разомкнутая. Это очень существенно с точки зрения дальнейшего их обтрехмеривания. Оно немножко по-разному будет срабатывать. Вот линия – это основа основ. Все остальное, что мы здесь видим, это какие-то базовые фигуры. Скажем, прямоугольник. Вот я нарисовал прямоугольник, и внутри его нарисовал еще два прямоугольника. Это у меня получилась оконная рама с проемами под окна. Но пока эти прямоугольники между собой никак не связаны, и я не смогу из них сделать трехмерную модель такую, чтобы она была единая. Очень важный момент. У прямоугольников есть определенные точные размеры. То есть если мне необходимо ввести размеры этого оконного блока, я могу их редактировать сейчас или устанавливать заранее. Это же как захотимо с вами. Помимо прямоугольника есть куча других простых фигур, но минимальное знание английского позволит вам перевести этот список. И еще одна эксклюзивная функция называется freehand. Freehand – дословно свободное рисование. Это вот если мы заведомо знаем, что линия у нас будет какая-то вот такая вся гнутая, кривая, косая, то можно нарисовать ее freehandом. В отличие от команды line, freehand не пытается рисовать линию прямой. Он изначально пытается нарисовать что-то вот такое вот сложное. Я отпускаю кнопку мышки, вот freehand сработал. Ну, это как перо в всяких рисовательных системах, когда ты без отрыва мышки двигаешь мышку, получаешь какую-то линию. Надо сказать, что иногда это очень удобно. Например, так очень удобно по топографической карте вычерчивать из-за линии ландшафта, топографические линии ландшафта. Когда ты строишь ландшафт по карте высот, ты этим самым freehandом прочерчиваешь линии по карте и получаешь высоты ландшафта. Есть много других вариантов применения команды freehand. Как бы там ни было. Вот это, уважаемые дамы и господа, первый этап, то есть создание. Вот мы начертили сплайны. Учиться этому очень недолго, то есть даже если вы совсем новичок в максе, вы научитесь чертить сплайны буквально за полчаса, просто перепробовав все эти варианты. Следующий этап, куда более значимый. Нам нужно научиться их редактировать. Как они редактируются? А вот, скажем, звездочка, она явно кривая косая. Я хочу поаккуратнее звездочку. Мы включаем команду, которая называется выделить и перемещать. И выделяем звездочку. Теперь переходим в панель модификаций. Панель модификаций нужна для того, чтобы мы могли воздействовать на объекты, редактируя их. И вот что очень важно, если мы начертили сплайн командой линия, и только командой линия, то он уже сразу имеет свойство редактируемого сплайна. То есть вот то, что я вам показывал в самом начале в теоретической части, вот эти вот команды, которые воздействуют на сплайны, вот все эти команды изначально доступны, то есть можно ими пользоваться без каких-то дополнительных условий. Мы с вами видим вот эти команды сбоку, но почему-то большая часть из них заблокирована. Это подводит нас еще к одному моменту очень важному. И опять вернусь к теоретической части. Как я в самом начале попытался заметить, у сплайна есть три вида деталей, деталей, из которых он сделан. Это точки, сегменты и фигуры. И вот прежде чем пользоваться командами, необходимо уточнить, какой вид элементов мы желаем редактировать. Для этого здесь у нас есть список субобъектов, и я выбираю редактировать точки. И вот включив редактирование точек, теперь у меня разблокировались команды, ну и плюс я могу банально брать точки, двигать их. То есть перемещая точки, я могу расставить точки, как я захочу. Но это очень, скажем, типовая функция, которая очевидна для всех, я думаю. Можно добавлять новые точки. Для этого как раз нужны специальные команды. Скажем, команда refine добавляет новую точку. Я вот добавлю несколько новых точек. И теперь могу, выключив команду refine, на эти точки как-то повлиять. Допустим, сделать такие узенькие лучики, изломанные. Вот такая вся звезда получилась. Также точки можно, естественно, поудалять. То есть если я раздумал, я могу выделять точки, и тут уже обычная кнопка делить на клавиатуре позволит мне их стереть. Что касается изогнутой фигуры. Если я включаю точки здесь, то я вижу, что у точек есть манипулятор изгиба. То есть я могу не только двигать точку, но и менять форму кривой с помощью тангентов. То есть направляющих. Есть и более сложные команды. Например, если я хочу из этой линии сделать ленту, чтобы она была двойной, можно использовать команды не для точек, а для сплайнов. То есть фигур. И есть, например, такая очень классная команда outline. Нажав ее, я хватаюсь мышкой за линию и уточняю, насколько толстую ленту я хочу сделать. Ну, допустим, вот так. И у меня получается замкнутый сплайн, имеющий некую толщину. Теперь его можно будет здорово выдавливать. То есть создавать из него трехмерный объект. Если же мы имеем дело с объектом прямоугольник, то у него, как видите, нет возможности редактироваться. То есть здесь у нас только точные размеры. Но это по-своему здорово, можно размеры менять. Но если мы хотим как-то отредактировать его, скажем, совместить все эти фигуры в одну, то тут уже придется применять к нему специальный модификатор. Этот модификатор называется edit spline, то есть редактировать сплайн. Это один из вариантов. Есть второй вариант, альтернативный. Так вот, применив модификатор edit spline, я получаю возможность или вернуться к настройке прямоугольника и по-прежнему менять его, либо, перейдя к edit spline, но я получаю все команды в распоряжении. Те же самые, что были в линии. И вот, допустим, одна из самых важных команд называется attach. Она позволяет к этому сплайну присоединить любые другие. Допустим, этот и этот. Вот теперь spline объединен. То есть с точки зрения системы, это один объект. И в тот же миг вот эти вот внутренние фигуры, они теперь трактуются как отверстие во внешней. То есть теперь мы получим с вами оконную раму. Ну и вот последняя закорючка. Тут тоже, как видите, специальные у него функции, всякие настройки. Но если мы хотим ее редактировать, можно применить тот же самый модификатор edit spline. Вот я взял ее, применил edit spline. И также я получаю возможность добраться до точек. Видно, точек здесь уже намного больше. Но они также редактируются. Плюс, уважаемые друзья, есть множество специальных модификаторов сплайновых, помимо edit spline, которые появились в последних и распоследних версиях 3D Max. Например, оптимизация сплайна. Скажем, если точек слишком много, то есть нужен такой же сплайн, но более оптимизированный, содержащий меньшее количество точек. Подобная беда очень часто происходит, когда ты в Max перетаскиваешь готовые сплайны, допустим, из иллюстратора. Логотипы там всякие, торговые знаки, какие-то гербы, например, когда тебе нужно делать ролик с вращающимся гербом, ты перетаскиваешь, скажем, герб Российской Федерации с орлом, а там таких точек несколько тысяч. Это очень сильно усложняет жизнь. И в последних версиях Макса есть особые сплайновые модификаторы. Их долгое время не было, к сожалению, но сейчас они появились. И среди них модификатор, который называется оптимизация сплайна. Он позволяет уменьшить количество точек на сплайне. Вот я его применил специально, чтобы показать. И сейчас, если мы с вами используем, допустим, 50% оптимизации, как видите, я могу ввести из клавиатуры, вот, это 75% оптимизации, то применив еще раз этот сплайн после уже оптимизации, я вижу, что количество точек радикально уменьшилось. Вот обратите внимание, сколько точек было до и сколько точек стало после. Совсем-совсем чуть-чуть. То есть вот с таким количеством точек уже работать можно очень изящно. И при том, что внешний вид нашей закорючки, он стал только красивее. Но надо сказать, что создатели 3D Max, они очень четко понимают то, что сплайны – это сильнейшая сторона 3D Max, это чуть ли не основа всех построений в Max. Помимо полигонального моделинга, это 50% построений, скажешь так, не основа, но как минимум 50%. И создатели Max очень сильно эту технологию лелеют, поэтому здесь все, что требуется, сделано и сделано качественно. И вот это второй этап у нас. То есть мы эти фигуры построили, отредактировали, и теперь нам нужно сделать их трехмерными. И вот если я перехожу уже к виду перспектива, давайте его на весь экран возьмем, выделяю звездочку. Самый простой способ сделать объемную фигуру – это применить к ней команду Extrude, выдавливание. Эта команда позволяет наращивать толщину сплайну, создавая из него 3D-модель. Ну и, естественно, также я могу выдавить и завиточек, сделав из него какую-то подвеску, например. Также я могу выдавить оконную раму. Проблема будет только с последней деталькой, потому что для последней детальки команда Extrude не подходит, потому что Extrude срабатывает только с замкнутыми фигурами, а здесь фигура не замкнутая. И поэтому для нее, например, очень хорошо подойдет другая команда, которая называется Sweep. Модификатор Sweep, он создает объект из базовой формы, назначая ему какое-то поперечное сечение, допустим, цилиндр. Вот я могу сделать такой тоненький цилиндрик, и будет как будто надпись с чернилами, допустим. Если я хочу действительно что-то похожее на надпись с чернилами сделать, можно не цилиндр использовать, а, допустим, плоский брусочек. Очень тоненький и очень узенький. Вот. И если мне пришлось сделать какую-то имитацию живой подписи на объекте, можно вполне сделать вот так. Есть даже способ заставить эту линию плавно появляться, как будто ручка пишет, чтобы зритель видел, как, допустим, ручка движется по бумаге, и, соответственно, оставляет надпись. Сплайны, кстати, очень любят аниматоры, потому что сплайны можно использовать в качестве пути движения. Например, если я действительно нарисую, ну, скажем, без затей цилиндр. Вот он. Это будет у меня карандаш. Давайте я даже заточу один из его кончиков. Возьму конец нижний, выделю там все точки и склею их в одну. И вот есть команда, которая называется «Использовать путь». То есть я могу взять копию такого сплайна, мне нужна будет копия, потому что мне нужно будет убрать модификатор свип с нее, чтобы это был именно сплайн. Я размещу копию чуть-чуть выше оригинала, возьму карандаш и использую команду «Анимация», «Ограничители», «Ограничители» с помощью пути и укажу путь. И вот теперь я вижу, что карандаш движется по пути. Можно его как-то развернуть красиво под углом, как будто его человек держит вот так. И вот я уже получил видеоролик, как карандаш пишет подпись. Ну да, сейчас я, конечно, не смогу вот так же быстро и красиво показать вам эффект, при котором появляется сама линия, как будто чернила остаются на бумаге, но, можете поверить мне на слово, это не слишком сложно сделать. Сейчас у нас просто занятие немножко о другом, но, как видите, сплайны очень хороши и для аниматора тоже. Ну, как я уже сказал, это одна из самых основных технологий построения 3D-моделей. Сейчас результат смотрится у нас довольно примитивно, и я бы хотел показать вам один небольшой пример. У меня есть вот такой файлик. Это, кстати, учебный файл, с которым вы столкнетесь у нас на курсах. Друзья, если вы будете учиться у нас на курсах 3ds Max, вы уже в первой части курса, которая называется «Основу 3D-моделирования», будете осваивать сплайны и осваивать их очень глубоко. И вот мы с вами видим пять основных способов, как из сплайнов можно получать 3D-модели. Что это за способы? Ну, вот первый вы уже видели, да, примитивное выдавливание. Скажем, есть у меня сплайн вот такой. Как его построить, мы уже видели. Я приделываю к нему модификатор Extrude, и я вижу, как сплайн получается с некой толщиной. Такой же модификатор я могу поприменять к остальным сплайнам, где-то, допустим, толщину немножко меняя. И вот я могу получать всякие стенки, стены квартиры, например, поднятые вверх. Очень частый способ создания плана комнаты, квартиры, здания, это начертить в виде сверху, а потом выдавить. Это вот основа 3D-построения, это Extrude. Чуть более хитрая штука называется Lace, вращение по оси. Как видите, здесь каждый сплайн нарисован как половинка объекта. И применяя модификатор одноименный Lace, мы с вами увидим, как у нас выстраивается модель, основанная на вращении. То есть вот что было и вот что стало. По такому принципу можно, скажем, сделать бокал, круглый столик, ну и прочие, понятно, похожие вещи. Можно вращать не на 360 градусов, а меньше. Допустим, поставив угол поворота 180 градусов, я получу столик скорее консольный, то есть который прислоняется к стене наполовину, да? Такой. Есть интересная штука, называется Bevel. Это модификатор, который был переработан несколько раз в Максе. И сейчас он применяется в основном в виде, который называется Bevel Profile. У него два варианта работы. Очень широко применяется в архитектуре и в технологическом дизайне. В отличие от экструда, Bevel не только выдавливает объект, но и создает фаску у него по краю. Как видите, у Bevel есть выбор разных фасок. И меняя ту или иную фаску, можно по-всякому модернизировать край объекта. Вот, допустим, классическая фаска, которая называется Convex с обычным закруглением. Ну и я могу выбирать толщину самого изделия и радиус фаски. Также можно обозначить фаску с обратной стороны или не делать ее. Более сложная разновидность этого модификатора срабатывает чуть хитрее. Она требует начертить два сплайна. Этот сплайн называется путь, этот называется сечение. И тут уже идея в чем? Мы применяем модификатор Bevel, Bevel Profile, и говорим, что нам нужна не готовая фаска, а произвольная, которую мы начертили отдельно. И, как видите, выстраивается объект из двух сплайнов, на котором мы видим с вами и сам путь и поперечную форму. Частенько применяется в архитектуре. Вот, скажем, у нас здесь это барная стойка, но это с таким же успехом могла быть любая архитектурная деталь, как там, скажем, основание какой-нибудь колонны там или порт какой-то красивый. То же самое. Применяем Bevel Profile, указываем профиль и получаем готовое изделие. Что еще здорово, если мы будем редактировать как-то фигуру вот эту, то есть включим точки и будем пытаться ее изменить. Допустим, вот эти точки это двинуть. Будет видно, что меняется конечное изделие в тот же момент. То есть сплайны, как я уже успел заметить, они еще и очень гибкие. То есть ты можешь не сразу принять нужное решение, но в процессе редактирования ты всегда можешь это решение изменить и найти наиболее оптимальное. Я имею в виду с точки зрения дизайна, например. Вы видите, насколько это сейчас хорошо работает. Ну и последний, если такой модификатор называется Sweep, тоже очень классная вещь. И тоже, как видите, есть два варианта. Он делает похожую вещь на предыдущую. Он берет сплайн и использует его в роли пути, только вместо фасок поперечные сечения. Вот классический вариант Sweep выглядит так. Я взял путь, пределы к нему модификатор Sweep и выбираю тип сечения. Допустим, выбираю рельса T. Ну, тавр вообще-то. T это тавр, да. Такой элемент строительный. Вот теперь я могу менять ширину тавра, высоту тавра, толщину тавра и могу менять радиус закругления фасок на тавре. И вот я получаю изделие. Если же поперечное сечение нужно произвольное какое-то, ну, скажем, плинтус, то есть, ну, это самый любимый интерьерщиками и архитекторами вариант, когда ты можешь брать любой путь, то есть ты чертишь по границе стены и линию, к ней применяешь модификатор, который называется Sweep, и ему говоришь, что давай, дорогой друг, используй не готовые сечения, а произвольные, и указываешь сечение. Раз, и у тебя получается плинтусочек. Но вообще говоря, среди стандартных сечений там есть что-то похожее на плинтус, но более примитивное. Ну, или вот, допустим, наличник на портал прохода, ну, там, скажем, с комнаты в комнату. Вот, я также вешаю Sweep, указываю ему произвольные сечения, указываю сечение, и вот получаю такой красивый портальчик. При том, сечение можно разворачивать зеркально, пожалуйста, можно разворачивать по оси, то есть очень хорошо предусмотрено управление происходящим, то есть ты всегда сможешь объяснить 3D Max, как именно сечение должно стоять на пути. Также можно не волноваться за некую грубость построения, то есть, да, видно, что маловато так называемых сегментов, допустим, для компьютерной игры и для геймдизайна это даже может быть многовато, то есть их только уменьшать придется наоборот. Но если мы говорим о статичной визуализации, то количество сегментов легко можно добавить. Надо перейти к сплайну, и у него есть понятие интерполяция, это сколько сегментов между точками создается. Вот скажем, мало сегментов выглядит так, ну а много сегментов выглядит, естественно, более гладко. Статичной визуализации сегмента особо никто не считает, делают их настолько много, чтобы это смотрелось всегда красиво и вблизи, и вдали, потому что тут уже расход несущественный. Как видите, с помощью сплайнов очень легко строить 3D-объекты, при том, самой разной направленности. Единственное, где сплайны все-таки слабоватые, это дизайн персонажей. То есть, да, когда ты рисуешь персонажей, когда ты рисуешь, скажем, автомобиль какой-нибудь, но опять, то есть мы говорим о кривых поверхностях, а там уже сплайны полностью уступают лидерство полигональному моделингу, чистому полигональному. Но в большинстве случаев с архитектурой, со строительством, там как раз сплайны рулят со страшной силой. Еще раз, уважаемые друзья, хотел бы заметить. Умение строить 3D-модели это основа понимания того, что такое 3D Studio Max, что такое вообще 3D-графика в целом. Как только вы научитесь строить свои модели, ну, считайте, вы сделали первый шаг к умению 3D-моделинга и 3D-визуализации как таковой. Потому что все, что касается визуализации, то есть умение создавать какие-то образы красивые, зданий, интерьеров, автомобилей, оно так или иначе сводится к умению сначала в первую очередь моделиться. И только потом уже используя всякие системы рендеринга, допустим, вот тот же V-Ray, нажимаешь кнопочку рендер, вот у меня V-Ray срабатывает. Ну вот, у меня пятая версия V-Ray, вот на отрендерила картинку. Но опять для того, чтобы она могла ее отрендерить, я должен сначала что-то построить, только потом я могу это визуализировать. Сейчас я уже могу на эти модели накидывать материалы, то есть, ну поскольку у меня стоит пятый V-Ray, у меня есть библиотека материалов V-Ray, я могу залезть в библиотеку материалов, вот она такая красивая, взять какой-нибудь материал, ну допустим, бетон, и вот накинуть бетон на мою стойку. Теперь будет стойка бетонная у меня. Надо сказать, что сплайны хорошо работают с материалами, то есть, если ты построил объект с помощью сплайнов, у тебя есть встроенные так называемые UV-координаты, то есть, система изначально понимает, как класть любую текстуру на нужное тебе изделие. Вот, скажем, возьмем какую-нибудь автомобильную красочку, краску, и приделаем ее к нашему кувшину. Ну, логичный было бы, конечно, на него стекло назначить, но так тоже неплохо. Вот видно, как все работает. И если мы возьмем материал какой-нибудь затекстуренный, естественно, все так же будет визуализироваться шикарно. И текстура будет лежать сразу, как надо. Итак, уважаемые дамы и господа, что бы я хотел сказать в завершении моего небольшого выступления? Ну, во-первых, надеюсь, вам оно понравилось, вы нашли для себя что-то новое, сделали какие-то выводы о том, что такое 3D-моделинг в Максе. Если вы хотите поглубже изучить 3D-Макс, ну, конечно, Макс-система довольно сложная, и изучение методом тыка не самая простая задача. У нас в компании специалист с 93-го года читаются курсы по 3D сначала студии, потом Максу. Кстати, лично я их читаю с 93-го года, да, очень долго уже. За это время наработаны методические материалы, примеры, ну, естественно, умение все это делать быстро и красиво. И я вас приглашаю поучиться у нас в базовый курс, который посвящен знанию 3D-Макса в целом, и в том числе тому, что вы сейчас увидели с плайном, он длится 3 учебных дня, и он начинается в эту среду, уважаемые друзья. То есть, если у вас есть желание поучиться у нас, то, пожалуйста, первая часть курса «Основу 3D-моделирования» в ближайшую среду у нас с вами начнется в полный раз, что называется. Занятия идут по 8 академических часов в день, при том доступна уже очная форма обучения, к счастью, страшный коронавирус начинает потихоньку разжимать свою хватку, и поэтому у нас открыто обучение очное в группе, то есть вы можете прийти лично сами к нам в учебный центр и поучиться с живым контактом с преподавателем, с аудиторией. Как вариант доступный, естественно, наше дистанционное обучение, тоже уже проверенное годами, все отлично работает. Вы также будете видеть мой экран, слышать меня, общаться со мной. Ну, общение идет посредством чата, в крайнем случае можно выполнять общение посредством голосового общения, да, извините за масло, масляное. Ну и также, в крайнем случае, вы даже можете перехватывать управление над моей мышкой, я над вашей. Соответственно, мы сможем с вами очень плотно взаимодействовать. Если же у вас сейчас есть сомнения, стоит учиться, не стоит, можно ли в Максе работать, или он вашу сдачу не решит, я вам советую посмотреть два ресурса. Во-первых, вы можете посмотреть в интернете, дорогие друзья, мой собственный персональный сайт, он называется «Эксперт 3D», и здесь вы можете увидеть мое портфолио, ну и, в общем-то, посмотреть на мои работы и, соответственно, сделать выводы о том, сколько времени я работаю с Максом, посмотреть все мои дипломы, там все такое. Но тут есть много интересного, что вы можете увидеть. Я в чатик сейчас продублирую ссылочку, чтобы вы легче могли ее вбить, если хотите. Одну секунду. Я вижу ваш вопрос, Сергей, сейчас отвечу. Ну и второй момент, дорогие друзья. Вы можете зайти ко мне на YouTube-канал. У меня есть канал на YouTube. Так, это я не то, извините, делаю сейчас, наверное, да? Вот, у меня есть канал на YouTube. Я делаю учебное видео по 3D Max. Притом, это не какая-то, ну, как на YouTube часто делают, к сожалению, завлекаловка, когда человек там делает видос, где за 5 минут что-то рассказывается, а дальше, типа, идите учиться, платите деньги. Нет, здесь принцип другой, здесь все по-честному. Вот ссылочка на YouTube-канал. Это полноценное учебное видео, от начала до конца показанное. Вот, скажем, есть такой суперпопулярный видосик у меня за меньше, чем за год набрал 427 тысяч просмотров. Называется 3ds Max суперпростый интерьер за 45 минут. Если вы хотите делать какие-то первые шаги в Max, но пока сомневаетесь, удобно ли это, понятно ли это, попробуйте посмотреть это видео. И, кстати говоря, по сплайнам тоже есть 3 видосика, как сплайны создаются, как они редактируются. Вы можете их тоже посмотреть. Я хочу сказать, это не заменяет обучение. То есть, это не замена учебе, это именно дополнительный материал, который позволяет лучше понять, что ты делаешь, как ты это делаешь. Вот. Постараюсь, да, стараюсь всегда выпускать эти видосики, хотя долго сейчас у меня не было, но я прямо сейчас работаю над следующим. Вот. Так что, уважаемые друзья, хочется вам пожелать всех благ в освоении 3D. Хочу вам посоветовать с чистой совестью осваивать Max, потому что, несмотря на то, что Max древний, как не знаю что, но по современным меркам, это очень надежный инструмент. Это именно инструмент. Им можно пользоваться по-разному, но при умелом пользовании это очень хорошая вещь и внедренная очень глубоко в индустрию. Теперь, друзья мои, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вот сейчас Сергей меня первый спросил в чатике, зачем была сделана Maya. Самое, наверное, важное в понимании вопроса, то, что Maya, она сделана не той же компании, а другой. Компания Elias Wayfront, сделавшая Maya, была, простите, поглощена компания Autodesk. То есть Autodesk ведет себя на рынке 3D очень агрессивно. Он без затей покупает конкурентов и закрывает их. То есть любимая затея Autodesk, потому что денег у Autodesk бешеное количество, это просто купить всех, кто с ним конкурирует и закрыть их, чтобы они ему не мешали. И вот с Maya произошла похожая история, то есть они купили компанию, которая производила Maya, но закрывать не стали, а стали выпускать параллельно. Но это как, допустим, компания Chas Group, которая создала V-Ray. Они купили своих главных конкурентов Render Legion, это те, кто сделали корону, и теперь они владеют и V-Ray, и короной, но развивают оба направления. Но в каком-то смысле это удобно, когда ты конкурируешь сам с собой. К сожалению, компания Autodesk закрывала и другие компании, и уже наглухо, которые могли бы что-то сделать, возможно, толковое. Но так или иначе, в целом, кстати, Maya, она, наверное, интереснее Макса с точки зрения анимации персонажа. Это да, у нее не отнять. В остальном, конечно, Макс в России много-много популярнее Maya. То есть сравнение Макса с Maya в условиях нашего рынка, оно очень не в пользу Maya. Вот Григорий спрашивает, можно ли сделать 2D-анимацию в Максе. Можно, но вам потребуется ловчиться выполнять так называемый целшейдинг. Это особый вид рендеринга, который у вас получается не 2D-анимация, у вас получается псевдо-2D-анимация. То есть, ну вот сейчас, смотрите, если я запускаю рендеринг, мы уже видели, что происходит. Давайте я приближу картинку немножко. Это будет получаться у меня обычная визуализация, но можно при желании использовать специальный эффект, который позволяет выполнять эффект верейтум, вереймультипликация. Он позволяет стилизовывать цвет и стилизовывать обводку объектов таким образом, чтобы появлялись такие мультяшные границы вокруг каждой модели. И при должном умении использовать, скажем, функционал V-Ray либо вообще отдельной сторонней системы рендеринга, вы можете добиться того, что называют целшейдингом, то есть эффектом, когда 3D-картинка кажется якобы плоской. Но это все равно получается 3D, конечно, которое имитирует плоскую рисовку. Ну а тут можно добавлять, допустим, штриховку какую-нибудь, чтобы казались объекты не просто обведенные тушью, а как будто заштрихованные. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Пожалуйста, пожалуйста, Сергей. Ну что же, уважаемые друзья, я вроде сказал все, что хотел. Спасибо, что нашли время присоединиться к нашему вечернему вебинару. Да, друзья, в среду вечером, то есть послезавтра, будет еще один вебинар, очень интересный, он посвящен 2021 версии Макса, а также самым передовым разработкам V-Ray Короны, которые только-только вышли на рынок, и этот вебинар будет показывать, как эти системы между собой взаимодействуют. И также он будет посвящен нашим, так называемым, дипломным программам. Это то, как у нас построены курсы. Но это отдельные будут выступления, то есть от меня техническая сторона, она будет показана с точки зрения, как взаимодействует Макс 2021 с VRM5 и Короной 5, и что можно получить из этого с точки зрения практического подхода. Какие картинки, какие ролики он может выдать. Я с удовольствием вас познакомлю с этой стороной вопроса. Поэтому буду рад вас видеть послезавтра в это же время онлайн. Ну а возможно кого-то из вас я увижу послезавтра в 10 утра на занятиях по 3D Max часть 1, куда я вас еще раз всех приглашаю. А на сегодня все, уважаемые друзья. Большое спасибо за внимание. Всем хорошего вечера. Дорогие друзья, будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok